Девушки отдыхают 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 какая-то, где-то спокойствие. Но не думаешь об этом, ты играешь и где-то они подсказывают. И благодаря их такому количеству игр, которые они прошли, то количество тренеров, которые они были, причем тренеры с большой буквы, они где-то подсказаны на тренировках и у нас улучшается как взаимодействие и так далее. Главный тренер Зенита Жван Пласа, количество матчей своих подопечных, не считал. Но это не мешает испанскому специалисту жаловаться на недостаток опыта участия в двух больших турнирах сразу. Сколько игроков в нашей команде играли три матча за шесть дней? Не так много. И это то, где мы должны продолжать развиваться и становиться лучше. Особенно после поражений. Единственное, что могут сделать наши игроки, это думать о своем здоровье, сне и еде. Мы уже не можем тренироваться меньше. Сегодня, к примеру, мы толком не тренировались утром. Занятие длилось 60 минут. Вчера вообще было выходной. Мы должны научиться играть под нагрузкой, когда кровь будет бить в голову. Но еще нужно сказать о таланте. ЦСКА на данный момент лучше и сильнее нас. Свежесть армейской скамейки достигалась в том числе и за счет дебютанта Ховарда Сент-Роса. Кубинский новобранец ЦСКА уже играл здесь ранее за Нимбург и в первый приезд набрал сразу 23 очка. Второй лучший для себя результат в лиге. И пусть с бросками с дистанции у Роса в этот вечер не очень получалось, зато во второй половине он собрал несколько важных подборов нападения, после чего армейцы забивали издали. Чувствую себя здорово, рад снова вернуться в Петербург. Помню, как играл здесь за Нимбург. Стараюсь стать частью команды, чтобы влиться в командную химию. Мне говорили о том, как закончилась прошлая игра в единой лиге. Определенно, «Зенит» очень хорошая команда. Мы отлично подготовились ко встрече с ними, настраивались на побегу и на серьезную игру. Команды, играющие в Евролиге, да еще и с двойными матчами, должны иметь больше отдыха. Это, очевидно, для ЦСКА, «Зенита». Да вообще для всех команд в Европе. Мне очень понравилась энергетика, которая шла от скамейки. Спасибо Дэниелу Хэкету, Ване Ухову, Ховарду Сэндроссу. Они добавили нам скорости. Кажется, мы действительно идем туда, куда нужно. В четвертой четверти у ЦСКА получился резкий рывок, после которого действующий чемпион легко довел дело до конца. Армейцы выиграли заключительный отрезок со счетом 24-12. А на концовку у хозяев попросту не хватило ни эмоций, ни сил. Повторение осеннего триллера не получилось. Думаю, мы забили какие-то очень такие важные мячи после наших подборов, которые, если мы промазали, мы подобрали. И где-то сказалось на индивидуальное мастерство игроков в конце. Там Даня забил важную трешку. Курби даже в такую из угла, которая, в принципе, похоронила все шансы «Зенита». Победа ЦСКА получается почти разгромной, что позволяет красно-синим не только сбросить проклятие зимнего Петербурга, но и чувствовать себя чуть более спокойно на второй строчке турнирной таблицы, чуть оторвавшись от преследовавшего локомотива. Поражение «Зенита» сравнивает их с «Инисеем». И нет сомнений, борьба за плей-офф в городе на Неве будет продолжаться до самого конца. Прямо сейчас у «Зенита» всего на одно поражение меньше, чем у идущего следом Калева. Совсем скоро станут известны составы участников матча «Звезд-2020». За дело взялись журналисты. Мы готовы представить свою версию сборных «Звезд России» и «Звезд мира». Итак, выбор вида сверху. Поехали! Начинаем со сборной «Звезд России». Евгений Бабурин и Антон Астапкович из Нижнего Новгорода вместе с Максимом Григорьевым и Артемом Забелином из Пармы влияют на результат матчей своих команд, проводят много времени на паркете, и мы согласны с мнением болельщиков. Парни заслужили статуса «Звезд» своей игрой. Дуэт из северной столицы Дмитрий Хвостов-Владислав Трушкин. Мы отдаем свой голос вам. Первый оправился от тяжелой травмы, полученной в конце прошлого сезона, а второй, кажется, готов стать полноценной частью баскетбольного праздника. Трушкин уже был в составе «Звезд России» в Сочи, но те две минуты игрового времени мы в расчет брать не будем. Денис Захаров проводит свой лучший сезон в единой лиге ВТБ, а результаты Енисея говорят сами за себя. А ставить без представителя автора самых громких сенсаций этого сезона мы просто не могли. Ну и последняя тройка вы уже видели в сборной России. А с их фамилиями связано настоящее нашего баскетбола. Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и, конечно же, Алексей Швед. Не позвать их на матч «Звезд» было бы преступлением. Сборная «Звезд мира» будет играть под диктовку этого парня – Майк Джеймс из ЦСКА «Рожден для чудес». Если он вытворяет такое в официальных матчах, то страшно подумать, чего нам ждать 16 февраля. Огневую мощь Джеймса будет поддерживать казанский дуэт Эрик Макколом и Джамар Смит. А за логичность и организованность будут отвечать нестареющий Бранко Мюркович и элегантный Адас Юшкевичус. Из больших на матч «Звезд» мы хотели бы делегировать самого обаятельного баскетболиста лиги Энтони Гилла из «Химак». Мощного капитана ЦСКА Кайла Хайнса, парня, игравшего в пенале со Стефом Карри и Кевином Дюрантом Йонаса Жеребка, неуступчивого души на ристящей из Астаны и «Х-фактора» зимних успехов локомотива Миндаугаса Кузьминскаса. Форвард ЦСКА Ховард Сантроз звездой в лиге еще не стал, но уже точно стал любимцем армейских болельщиков. Кубинец пришел в ЦСКА чуть более недели назад, ведь сверху успел познакомить его с Россией через нашу рубрику с традиционными русскими предметами, а болельщики красно-синих с гостеприимством подготовили особенный подарок. К жизни в Москве Ховард теперь точно готов. Подарки для Ховарда. Он говорил, что ему ложки не подарили, да, просто спросили, показали, что это такое, спросили. А он говорит, а мне доставите? Я так понял, ему не дали. Мы решили сами. Привет, ЦСКА! Это я, парень с Кубы. Вот так. Веник, веник у нас есть. И что еще? А, это шапочка. Чуть помедленнее кони. Шапочка для баня. Высоцкого. Вот такие, ну, их нужно стимулировать, наших игроков, для того, чтобы они старались как можно больше, побеждали прям. Для этого мы и существуем. Матч звезд единой лиги ВТБ 16 февраля 2020 года. А сейчас давайте спросим у обычных московских школьников, насколько хорошо они знают звезд единой лиги ВТБ. Алан Вильямс, Евгений Бабурин, Сергей Карасев, Янис Тима, Дмитрий Хвостов и Алексей Швет. Мы специально взяли их фотографии из их социальных сетей и предложили детишкам попытаться отгадать профессию. Этот человек похож либо на какого-то актера, либо на рэпера. Ну, это дядя. Грабитель. Потому что у него сумка в другой руке для девушек. У него вот такая вот сумка, и туда можно бутылку класть. В руке, если честно, я не вижу, там, ну, пистолет похожий, поэтому мне даже страшно. Судя по всему, это либо баскетболист, либо, ну, какой-то спортсмен, мне кажется, либо рэпер, потому что он высокий, в принципе, плотное телосложение, выглядит прилично одетым. У него, по-моему, барсетка Луи Виттон или что-то там, я не вижу. В общем, мне кажется, что это либо рэпер, да, либо баскетболист. Он строитель, потому что у него под майкой такая футболка, который у строителя. Он спортом занимается, потому что у него кофта спортивная, и, ну, видно, ну, такую легкую футболку. Добрый. И он в спортивных штанах. Без обид, опять же, но я бы сказала, что это какой-нибудь кассир. Надо подумать. Потому что, ну, достаточно просто одет, и наивная такая улыбка, взгляд, и очень смешная прическа. Это звезда. Путешественник. Потому что он на стеле выступает. Бабочки, ну, они как-то более, ну, иностранные, ну, разноцветные, потому что поэтому он путешественник. Тренер по боксу, такой еще взгляд убийственный просто. Фон я бы не брала в счет моего описания, чисто поза и борода, наверное. Диджей или спортсмен, может, даже баскетболист, потому что я считаю, он очень высокий. И сделано на какой-то закрытой тусовке команды. Он поднимает тяжелую вещь. Возможно, спортсмены сделаны как раз на какой-то площадке уличной. Кто поднимает тяжелую вещь, и у него вот тут вот нарисованы. Очень красиво, кстати. Охранник. Ух ты. Фото сделано очень круто, но я бы не сказала, что это какая-нибудь модель. Потому что, наверное, это забор стоянки. Скорее, уличный танцор или уличный баскетболист. Спортсмен, сто процентов, потому что у него бейсболок, плюс там, я так понимаю, беговая дорожка сзади. Он, думаю, какой-нибудь спортсмен по типу баскетболиста, либо бейсболиста. Он работает официантом. Ну, очень милый. Ну, если так, смотреть чисто на лицо, не описывать шляпу или костюм. Забавный, конечно, галстук. Все-таки какой-нибудь человек, который работает аниматором с детьми, наверное. Очень сложно сказать, кто это. Возможно, он в отпуск собрался, возможно, что-то еще выглядит. Как будто он сейчас в лужайке пойдет стричь или, я не знаю, пылесосы в сетевом маркетинге продавать. Консультант. Это тот, кто делает поймочки животных. Какая-то знаменитость. Ну, это потому что магазин одежды, потому что там ботинки и там платья разные. И у него есть такая карточка, где написано, видимо, его имя. Продавец или консультант в магазине. Простая одежда молодежная, поэтому я думаю, что это с магазином что-то связано с ТЦ. Может быть, какой-нибудь дизайнер, я не знаю, потому что на нем какие-то висят брюлики, еще что-то. У него красивые розовые шнурки. Я тоже себе так и хочу. Хорошая и знаменитая, но я его не знаю. Обычные московские школьники узнали в игроках Единой Лиги ВТБ целый набор различных профессий, что еще раз подтверждает многоликость и незаурядность представителей лучшей игры с мячом. Мы уверены, в 20-м все из наших юных экспертов познакомятся с баскетболом и без труда отличат гангстера Алана Уильямса от диджея Сергея Красева. Этот парень говорит, что спокойно выйдет на паркет против Майкла Джордана или Шакила Анила. Да чего уж там, его не напугал бы даже Голден Стейт в полном чемпионском составе. Он вышел из гетто, стал лучшим снайпером в истории своего колледжа, а затем уехал покорять Европу и успел поиграть в Чехии, Латвии и Италии. Теперь его талантом нашли применение в Единой Лиге ВТБ. Знакомьтесь, Доминос Барнетт, защитник Цмоки Минск. Знаю, что Лига ВТБ входит в топ-3 в Европе после Евролиги и Еврокубка. Каждый матч здесь — серьезное испытание, а я как раз и хочу играть и показывать свой уровень против самых сильнейших. Против Сэма Деккера я играл, когда мы еще учились в университете. Знаю Алексея Шведа. Мозгов! Еще тут играет Уилл Клайбер, он ведь тоже из Мичигана. В общем, когда вижу таких игроков, понимаешь, что играть против ЦСКА, Химок и Уникса непросто, ведь это лучшие команды Европы. Такие соперники помогут моей карьере развиваться. За несколько лет Доминос прошел путь из родного Флинта в штате Мичиган до уютной Белоруссии. Главный тренер Минчан Ростислав Вергун знает сильные стороны американца и умело их использует. Барнетт — самый результативный игрок Цмоки Минск в нынешнем сезоне. В Минске у меня отличная возможность показывать свои бомбардирские способности. Все зависит от того, что я смогу показывать на паркете. С этим я обязательно справлюсь. Тренер позволяет мне играть в тот баскетбол, который я хочу. Он всегда говорит мне, Несс, ты будешь ключевой фигурой в том, что мы делаем. Я знал это, когда ехал сюда. Доминос готов к любому развитию событий, ведь пару лет назад он столкнулся с олдскульными методами прямиком из советского баскетбола. В Латвии мы играли против молодежной команды, студентов. Выиграли в два очка, кажется. Тренер был в ярости. Когда мы вернулись с матча, нас загнали в зал и заставили тренироваться. Сразу после игры. У меня такого никогда не было. Сразу после полноценной игры мы часа два ехали на автобусе, и тут нас гонят в зал. Причем нагрузки были серьезными, нигде такого не видел. Тогда я серьезно подумал, что пора заканчивать карьеру. Там была настоящая жесть. Все превратности судьбы и Барна встречают с юмором. В Твиттере и Инстаграме он постоянно пишет ироничные комментарии, а в разговоре напоминают больше стендап-комика, чем баскетболиста. В компании я всегда был весельчаком. Когда я рядом, всегда происходит что-то смешное. Я веселю людей и все такое. Мама часто говорила, что мне нужно стать комиком, что я умею быть смешным. Тем не менее, я играю в баскетбол, а раньше еще и американский футбол. Но после шести лет я ушел, потому что полностью сосредоточился на баскетболе. Сейчас на сто процентов сфокусирован на этой игре, поэтому и нахожусь здесь. Барнетт уже четыре года играет в Европе, но постоянно на связи со своей большой семьей. В Мичигане у него остались родители, два брата и две сестры. Доминос ни на секунду не забывает свое суровое детство в гетто. Расти во Флинте было непросто. В нем много опасных районов, высокий уровень преступности, стрельба, убийства и все в этом духе. С месяца назад читал новость о том, что наш город самый бедный в Америке. Водопровод во Флинте отравлен, причем уже годами. У нас там настоящая катастрофа. Люди умирают каждый день, постоянно происходит что-то плохое. Это учит не бояться ничего и никого. Когда я выхожу на паркет, мне без разницы, кто передо мной. Хоть Майкл Джордан или Шакил Анил. Даже если бы нам завтра пришлось играть с Голден Стейт, я бы вышел и сделал то, что делаю всегда. Потому что в моем сердце нет страха. Леон позволит сделать это с улыбкой. Герои нового выпуска Эндрю Альбиси и Алекс Ренфро из «Зенита». Поехали. Кто больше эгоист на паркете? Я отвечу, что мое эго больше. Потому что я каждый раз выхожу из себя, когда меня сажают на скамейку. Наверное, поэтому. Думаю, мы все так реагируем. Поэтому ответил я. Это точно. Кто умнее на площадке? Джокер. Джокер. Ага. Вот так, наверное. Джокер. Самый точный ответ. Если вы посадите сюда разыгрывающего защитника и большого, ответы будут разными. Но если два первых номера... Да, это самый близкий ответ на ваш вопрос. Кто проще забывает поражение? Блин, кто забывает поражение? Я думаю, он. Наверное, я. Я стараюсь быстро переключаться. Вначале было сложно, но сейчас я каждый раз... Я долго над всем этим размышляю. Кому чаще выговаривает тренер? Ты думаешь? Серьезно? Вначале точно. Ну ладно, допустим, что так. Ну сейчас он меня научил. Ага, сейчас вот так. Показывай, что хочешь. Мой ответ — я. Что он обычно говорит? Он обычно давит на разыгрывающих защитников, чтобы мы на площадке делали всё. Играли правильно и вели команду в верном направлении. Поэтому он часто нам выговаривает. Я всё-таки считаю, что коуч чаще выговаривает обоим. Ну ладно. У кого лучшее чувство юмора? Я чаще всех шучу. Это правда. Да, я выдаю много шуток, стараюсь, чтобы всё было легко и весело. Многое может расстроить или бесить, поэтому стараюсь разряжать обстановку. Кто проводит больше времени у зеркала? Что? Чистая правда, Эндрю. Это так. Ну ладно, иногда я стригусь в Санкт-Петербурге. Но посмотрите на меня сейчас. Я... Я вот вообще в зеркало не смотрю. Я никогда ничего подобного не делаю. Ну, у меня есть зеркало для моей семьи, но я его не использую. Я немного чаще его использую, потому что люблю хорошо одеваться. Поэтому, наверное, могу сказать «я». Но дело не в моём лице и так далее. Кто чаще читает книги? Да ладно, я вообще не читаю. Вообще ничего. Да, я тоже. Даже не знаю. Последнюю книгу прочитал в старшей школе ещё в нулевых, в 2002 или 2003 году. После школы ничего не читал. Я прочёл биографию Златана Ибрагимовича. Я даже не читал то, что должен был по школьной программе. Совсем не фанат чтения. Я больше фильмы люблю смотреть. Книги не для меня. Последний фильм, что я смотрел? «Холодное сердце 2». Мы ходили на него с детьми и семьёй. Кто знает больше русских слов? Я думаю... Может, ты? Я больше здесь играю, поэтому знаю чуть больше, но не знаю, какие слова знает Эндрю. Я не знаю, что Эндрю знает. Я знаю, что он... Я говорю, пожалуйста. Я всё! Скажу! Я знаю в основном матерные слова. Ну нет, на камеру я их не скажу. Знаю достаточно плохих слов. Естественно, это первое, чему тебя учат парни в команде. Они всегда пригодятся. У кого больше музыки на телефоне? Я очень люблю музыку. У меня много миксов. Я из Гваделупы, это французский остров. Там мы любим сау, дэнс, эрн-би, рэп. Слушаю всего понемногу. А я слушаю ускульный хип-хоп. Но с тех пор, как появились дети, я слушаю то же, что и они. В основном саундтреки из мультиков. За кого проголосовало больше болельщиков в выборе на Матч Звёзд? Уверен, что за него. Не, за него! А я уверен, что за тебя. Он провел больше игр, поэтому Алекса выбрало больше фанатов. А я думаю, выберут Эндрю. Он популярнее. Может, только в Инстаграме. Он играл за сборную Франции на Кубке мира. Это многого стоит. А ещё Эндрю активнее ведёт стальные сети. Я думаю, он больше активнее в социальных медиа, чем я. Кого больше любят девушки? Что? Пропущу этот вопрос. Я тоже. Отвечу так. Без проблем. Баскетбол спасёт мир, ведь красоты в нём даже слишком много. Не верите? Мы докажем. Самые горячие моменты недели. Поехали. Дрю Гордон – настоящая данк-машина. Грамотно выбрал позицию и, не задумываясь, вклотил сверху. Два игрока Уникса выступили в роли статистов. Куда там? Гордона и пятеро бы не смутили. Защита Енисея забыла про Дэвина Букера. Центровой Химок остался под кольцом совсем один. Ну и чтобы не скучать, провёл мастер-класс по данкам с места. Вот это прыжок. Защитник ЦСКА Майк Джеймс видит абсолютно всё. Заметил подключение Джелла Баламбоя и тут же доставил мяч куда надо. Баламбой едва кольцо не оторвал. Шикарный слэн. Мантос Колниетис хорош не только в атаке. В этом эпизоде в него вселился Леброн Джеймс. Колниетис догнал Роберта Лоурия и выписал ему невероятный блокшот. Только не в моём доме. И автором лучшего момента недели становится Александр Пятенёв. Форвард Автодора легко обыграл соперника и вклотил сверху через двух игроков Калева. Смелость города берёт. Огненный постер Данг, а ведь этому парню всего 19. И на этом всё, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok